здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирма петерсон я Эдуард Петер и сегодня я решил для вас записать посиделки оффлайн ну почему ну потому что у меня есть к вам кое-какие вопросы и я хочу вам кое-что рассказать показать я понимаю что сегодня суббота и ваше время отнимать но другого у меня тоже не было всю неделю я был занят а чем же я был занят но сначала я хотел сказать вот о чем то есть я бы хотел пройтись по вашим косточкам что у нас творится на нашем конкурсе по фото конкурсе по грибной теме затишье творится кто не верит может пойти посмотреть вы знаете где это искать вконтакте фотографии очень мало хороших фотографий но очень мало ребята я как всегда начинаю волноваться о том что возможно я виноват что тема не интересно зачем я выбрал надо было с вами посоветоваться ну раз уже как бы возражение не было поэтому тема прошла и у меня к вам есть очень большая просьба ребят ну давайте 29 уже все заключительный день я отключу ну и конечно желательно чтобы работ было побольше и чтобы я если потратил время то то это это у меня это двери не шатает стол и от этого камера двигается 40 килограмм как вы хотите 70 он чувствует себя кстати кому интересно он чувствует себя очень хорошо здесь по льготно мы встретили случайно двух холловартов на тропинке на лесной конечно у вас не хорошо но они подметки не годились один был тоже блонд а второй черный черный еще куда не шло но он старый уже восемь лет а 2 2 4 года но у него такой обрезанный хвостик сантиметров на пять меньше чем мы зверюга и не так внушительно выглядит я еще спросил а у вас документы да да думаю вот правильно я сделал выбор в свое время когда из стаи маленьких щеночков выбрал самого лучшего он действительно самый лучший самый красивый если ты мне будешь сейчас камеру двигатель оттуда выгоним и так то есть вот такая вам сразу же просьба ребята ну давайте как-то поддержите там друг друга и меня чтобы я сказал что если я трачу время чтобы у меня тоже получал от этого какую-то радость и удовольствие хорошо договорились ну а теперь я хочу вам рассказать что я делаю очень часто мне сразу задают вопрос как у тебя на стоках эдвард ну как у меня на стоках на стоках у меня по-прежнему больших нет достижений но медленный 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 такой рост есть и у меня как бы рабочий день так делится что я утром стою мы идем собакиным в лес гуляем с ним там грибов мы насобирали уже полный холодильник не знаю будет вам видно или нет сейчас я попробую его открыть вот видите то что внизу стоит и вот на этой боковой полке это не варенье это все грибы запасе все таки на зиму да и жареных и соленых маринованных всяких подел но они все отошли уже в общем то у нас я не знаю по идее ждал ну как осенью все это происходит да кстати осень и я хотел с вами поехать на это озеро там по фотографировать но решил дождаться золотой осени чтобы снимки были действительно красивые яркие замечательные я посмотрел фото других фотографов понял что надо вот в это время ехать так что мы поедем куда это это однозначно поедем теперь после того как я прихожу я начиная с того что сажусь за синему и начинаю делать 3d фигурки но вот сейчас я познакомлю чем я занимался последнее время после того как мы с вами поговорили последний раз и мне посоветовали что в принципе сейчас хорошо идут солдатики различные ну решила таких солдатиков поделать сейчас покажу солдатиков разных ракурсах сделал ну кроме к этого к солдатикам я сделал еще пушечку вот такую тоже и много сделал ракурсов и так далее потом сделал офицерика вот который управлял этим и поставил их рядом с пушкой в разных ракурсах тоже чтобы командование шло стрельбой поставил пока пока тишина и раздавайте не сижу без дела я начал изобретать такие вот красивые стыбрил дизайн и начал делать самокатик вот такой сейчас я увидел что шаттер начал более жестко относиться к семилян там и поэтому как бы я взял начал раскрашивать по-разному и начал выбрасывать говорят что такое уже было такое уже было так уже был ну кроме этого я сделал такой домик просто простеньким посмотреть будет не будет я хочу из него кукольный домик сделать и сделал вот такую как она чертово колесо вот такой сделал да тоже было интересно им заниматься ну а потом что-то мне япония начала брать новогоднюю тему так как у меня дед морозов уже пруд пруди я нашел на одном сайте деревянных изделий дед морозом у него правда там немножко он другой но сама мысль мне понравилась я сделал такого прощенного стилизованного дед мороза вот только тем что вот у него красная шапка там это и и нос красный остальное должен ассоциация быть с дедом морозом до санта клаусом и тема оказалась благодатная то есть я бы сделал гранит вместо мешка сделал я это в руди он называет это олень с красным носом тоже в этом же стиле и потом подумал что их можно ставить вместе это уже не симулята а уже действительно хорошие такие отдельные картинки а потом сделал угрожающего дед мороза с елкой и с топором тоже в разных фозах и естественно тут напрашивалось что рядом можно поставить и оленя еще раз эту же тему использовать потом я сделал санки вот такие тоже посадил дед морозы на санки с елкой с этим очень получилось весело так сидит смешно что мне захотелось вместо деда мороза потом впрячь деда мороза а на его место посадить руди такого что пускай устал пускай дед мороз его везет ну вот завтра наверно уже сделаю то есть я продолжаю этим заниматься 3d а а машинки у меня покупают сейчас покажу какая самая раскупаемая машинка так секунду где у меня машинки то вот они у меня машинки так надо сказать ему только что чтобы он у меня сделал сортированно эндерлок датум вот где она у меня найти теперь надо еще у них масса у меня их просто масса но почему то больше всего берут вот эту машину не знаю почему это странно конечно в ней ничего нет такого просто вот колода да и 4 ну конечно же не сравнить допустим с тем же трамваем который я делал на трамвай у меня ушло 2 или 3 часа на эту машинку 5 минут потом я делал еще у меня начали брать спортивные машинки и я сделал такую машинку вот такую сделал покрасил ее по разному вот а брать начали прежде всего сейчас я посмотрю где она где-то у меня была ну конечно же я говорю не сравнить вот с такими машинками да на которые уходит куча времени которым я очень доволен красивые да и вот эти вот загогулины но тем не менее тем не менее значит я решил что раз такое делаю ну что ж ребята получите тогда простейшие формы вот эту хорошо покупают как в деревянном исполнении так и в красном где-то у меня здесь ее нет почему то она покрашена у меня в красной тоже вот далее кроме этого еще самолетики идут вот самолетики а вот она красная вот это тоже покупают не знаю почему ну в общем вот такие предметы как бы идут а более сложные ну колхозная тема пока молчит хотя я тоже был едовой ааа и загубили мне видите раз два три четыре пять шесть семь восемь девять здесь очень много у меня решили что это фирменный знак вернее не фирменный вид фольксвагена и загубили на корню хотя я сделал много отправил и в общем ничего не приняли а вот это пошло хотя не знаю я вам говорил дорогие друзья что у меня появилась идея заняться анимацией причем векторной такой анимации и для этого очень хороша программа мохо считается одной из лучших профессиональную версию скачал не скажу где но можно найти в принципе ребят можно найти и как только я начну на ней зарабатывать то есть я увижу что сколько ее хорошо берут анимацию и все мы с вами говорили что цена на анимацию совсем другая но я и понимаю почему после того как я повозился с этой мухой с мохой да я понимаю почему то есть для простейшего сюжета нужно кучу знаний кучу умений и кучу времени дело в том что я пошел по пути того же как я и говорил то есть по шпаргалкам почему я не воспользовался какими-то там на ю тубе есть ребята которые уже 180 видео понаписали и все про это мухой на русском языке казалось бери пользуйся а потом мне там что-то решил думаю если мне понадобится помощь запишусь к я на вконтакте есть тоже там какое-то сообщество просто записался и тут понеслось и тут понеслось хуже спама стало то есть каждый божий день последний день остался все я вас предупреждаю потом не будет этого стоило 20 тысяч сейчас две тысячи ну понимаете мы люди взрослые мы понимаем что если она стоила 20 тысяч она не стоила таких денег правильно да если можно на две тысячи убрать да рублей но это все равно дорого там семидневный какой-то вне курс мультфильм за семь дней без умения рисовать ну ребята вы конечно научите посмотрел работы тех кто сделал за семь дней те кто умеет конечно рисовать видно было что они это сделали а те кто не умеет как бы я так сомневаюсь хотя я так подумал что в принципе в принципе чтобы делать анимацию для стоков действительно умение не надо дело в том что на стоках рисовать я имею ввиду нужно очень хорошо знать программу уметь быстро и пользоваться вот этом главное быстрота и умение профессиональное умение владения программой почему потому что есть так называемая инфографика я по просьбе одного из наших моих подписчиков я делал ему для стоков я делал фотошопе тоже инфографику ну как я делал там какие-то стрелки там знаете как диаграммы и так далее сделал ему такой сет и он потом мог значит стрелки ставить там какие-то ну в общем графики он мог из них составлять различные графики и грузить на сток и там тоже какие-то денежки пошли точно так же в анимации понимаете используется инфографика очень мощно используется то есть примитивные какие-то человечки показывают руками куда-то да или это но вы знаете у меня инфографика как всегда она как бы ну сухая такая как бы вот я пошел посмотрел есть ли анимация на animals то есть на животных есть тоже свинка подпрыгивает там еще в нее денежки падают копилка думала это интересно это уже интересно и как говорят что анимация вообще маленькая маленькие мелкие такие анимации они пользуются спросом люди суда вы все смотрят если допустим в этом есть какой-то смысл какой-то там интрига и так далее я подумал что сейчас я позанимаюсь а потом я сделаю такую интригу и сейчас я вам хочу показать вот вы видите перед собой сайт мой который я сделал из того после того как перенес оттуда на основной канал перенес все стимпанка все видео стимпанка потому что здесь оно как-то заглохло и я говорил что я не мог его этот канал монетизировать и как бы меня постоянно банили здесь не знаю где-то может вкралась какое-то видео с какой-то песенкой или еще что-то а youtube поступает следующим образом я сделал здесь два плейлиста один ну это инфа это так третий допустим да один у меня идет по иллюстрейтеру а второй идет шпаргалки по студии да с прежнего осталось еще у меня как бы число подписчиков 5230 на самом деле вы видите что за один день вот здесь у меня 11 здесь вообще 6 вот сегодня допустим 3 у меня за 4 часа и так далее что для меня конечно уже давно не является критерием потому что если я оставлю какое-то видео то мне обычно ну хотя бы в минуту 1 идет клик а здесь вот так ну да ладно лиха беда начала как говорится и вот вот этот вот плейлист по муху как раз здесь я начал с того нет нет подожди как всегда я стал делать шпаргалки прыгающие мячики простое сердечко то есть я разложил муха на составляющие вот почему мне не нравятся чужие уроки потому что смотришь урок час да и человек старательно пытается запихать туда все что он знает даже даже вот по одной теме допустим анимация ноги нельзя все в одно спихать то есть взять персонажа показать анимацию ноги потом показать походку потом показать кости потом показать еще что-то туда же запихать звук и в итоге у тебя вот так вот уши заворачиваются и естественно ты не можешь нормально воспринимать к этому еще проблема в том что большинство хороших очень хороших видео идут на английском с трудом можно что-то понять но надо знать английский немцы сидят они как всегда зажали там что-то узнал немножечко и сидит если он что-то выдаст то это тоже как-то несерьезно короче лучше всего на английском идут конечно а вот с русскими я говорю беда в том что или же они тебя начинают пихать на свои курсы что тоже раздражает да причем так агрессивно агрессивно я вначале когда посмотрел вроде бы красиво хорошо курс я предложу человеку если что мне понравится то я могу его вам показать и посоветовать но вы знаете мою позицию я не буду советовать человека который мне или метод который мне лично не понравился то есть это агрессия это настоящая агрессивная такая реклама всучивание пусть это хороший контент пусть хороший контент я верю что ребята профессионалы и так далее но вот это вот давай 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 иди к нам давай вот осталось 5 дней 3 дня давай нет и тоже вот когда много видео и они не систематизированы как следует да то есть нет плейлиста нормального в 180 видео я понимаю что у меня 1400 это тоже перебор но в этом случае изучать программу очень тяжело ты скачешь оттуда оттуда он говорит а в прежних видео я это говорил я даю ссылку и то есть ты с этого прыгаешь туда оттуда что-то выбираешь а там тоже галиматя и причем это делается все в таро-тарко тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар вы знаете что я привык так обстоятельно за что меня часто ругают нудятина я взываюсь я привык обстоятельно потихоньку разобраться и вот сейчас я считаю что я делаю тоже абсолютно правильно что я сначала разобрал допустим у меня в голове засел какой-то сюжет небольшой небольшой анимации да я сразу подумал что мне для этого надо мне надо научиться рисовать мне надо научиться двигать значит эти предметы там или формы животных мне надо научиться им звук подключать и сводить это все в одну тему я так и поступил у меня каждый вот вот эта каждая шпаргалка она посвящена одной теме и дальше я не иду мне лично я сделаю для себя прежде всего очень удобно я смотрю ага звук нажимаю а вот так я делал правильно или же допустим двигание глаз как глаза вращаются там как это сделать тоже и еще проблемка в том что когда я пишу собственные шпаргалки да я понимаю сам себя но у меня ушел позавчера или позавчера один день на то что человек объяснял я пропустил клик один клик что надо было вот сюда кликнуть сюда а потом вернуться еще раз туда кликнуть и он это пропустил и все у меня не выходит не получается и все вот но тем не менее я не собираюсь идти ни на какие курсы то есть я опять же сам себе это делаю ну я вам скажу это очень интересно мне это очень не интересно и вот я уже близок к тому чтобы создать первый самый маленький такой маленький мультфильмик и таким образом уже я могу выставлять что-то на сток то есть уже пробовать хотя я буду продолжать свои делать графику свою там 3d но это будет дополнительно то есть я иду сразу обучаюсь да и сразу же то есть ставлю смотрю как это происходит если нужна будет инфографика смешная интересная я тоже создам но пока вот у меня так если хотите я вам коротко сейчас покажу чуть-чуть заинтригую вас что будет за мультик такой весь сюжет я вам не буду рассказывать но мне для этого нужно было сделать заставку сначала вот я сделал такую заставку то есть мгновенная карма маленький совсем будет этот и для этого мне нужно было сделать вернее понять как к примеру двигается тот же самый лягушка да как она прыгает вот вот я ее создал попробовал вот она раз 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 видите что у нее глаза убежали но это все поправимо вот так я учусь то есть сегодня я знаю что мне надо было сделать пчелу которая двигается но до этого зачем мне тоже надо было попробовать сначала сделать саму фигуру да потом открыть сейчас я открою потом мне надо было научиться двигать глазами вот смотрите видите я просидел полдня но научился двигать то есть вот так они двигаются и вот так глаза двигаются вот так это ну как у лягушки они будут двигаться так так и еще у меня второй персонаж это пчела и вот здесь она где-то у меня должна была быть вот она пчела ну так ну это я записывал собственный звук это я записывал собственный звук вот ну полностью как бы я не стал делать я вам покажу сейчас из 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 так где она у нас вот вот она то есть вот движение мне нужно было движение пчелы вот так а так надо убрать вторую бину суда сюда мне пришлось жужжать и записать специальный специальный файл для этого есть у него свои возможности и сейчас я вам продемонстрирую так что мне надо надо импортировать да импортировать и звук надо импортировать вот аудио он мне сейчас откроет я найду свой звук пчелиный я просто сидел перед микрофоном и вот и вот смотрите теперь то есть вот из всего этого будет маленькая анимация с мгновенной кармой то есть для меня это познание нового интересного удовольствия до полезность в том что как только я сделаю эту анимацию я попробую сразу поставить и попутно ребята когда вы работаете с муха то мне можно создавать персонажи также как в иллюстреторе это же они сохранять как эпс потом и отправлять на стоке то есть двигая руки она позволяет двигать руки ноги и так далее давайте глаза крутить то есть это как отдельные персонажи можно продавать отдельные движения и так далее ну и цельные мультфильмы или только кусочки какие-то как я сказал если допустим сделать свинку копилку и не упадут денежки я думаю что это тоже будет востребовано но и мало ли могут быть всяких разных идей какие могут только в голову прийти также на этом своем канальчике я показал на новом как можно обойтись без умение рисовать действительно это возможно немножко хитрости но там это все есть поэтому ребята я вас в общем то ну как я вас призываю на пойти на мой канал на новый посмотреть оглядеться да и может быть кому то это понравится а иначе вы знаете чем это грозит и потом не говорите что я вас не предупреждал ну вот вроде бы все дорогие друзья то что вот я хотел вам рассказать с вами посидеть немножечко хоть так дело в том что меня огорчили до невозможности сказали что будет до 2022 года не следует ждать у нас у нас так называемый шутсгибит это природный это заповедник и суда нельзя копать когда-то покопали провели эти медные провода вот этот скоростной как он называется стеклянный или как он стекловолоконный интернет не проводит до 2022 года поэтому что придется мне с вами вот только так общаться я скучаю по вам естественно вот и я думаю что вы тоже пока вот не получается не от меня ребята зависит не от меня зависит ну вот вроде бы и все так что помните что о чем я вас попросил это первое значит те кто хочет принять участие в этом конкурсе у вас еще и время до двадцать девятого числа но поспешайте и тех кто кому это интересно будет я знаю вы большинство своим творческие лица личности до приходите посмотрите на этот канал там видео совсем короткие все будет ясно все понятно ну и кое-что я вам рассказал как только это опять сбивает все как только я сделаю этот маленький свой хоррор да я тут же вам его еще раз следующем видео возможно и покажу то есть приходите поддержите меня там кликайте немножечко это мне не повредит но опять же это так это от вашего личного желания я не на ссылку дорогие мои друзья и подруги я оставлю внизу в описании поэтому пожалуйста кликайте приходите пишите комментарии там это разрешено ну на этом я с вами ребята попрощаюсь и так его занял почти полчаса я надеюсь что вы прислушаетесь к моим просьбам всем доброго до следующих встреч пока